Всех приветствую на своем канале, с вами Маша. И сегодня я хочу вам показать опять накопившуюся гору своих пустых баночек. Если вам интересна данная тема, оставайтесь и дальше со мной. Я сегодня буду вам показывать пустые баночки, так же как и в предыдущем видео о них. Доставая из вот этого замечательного пакета поочередно закончившиеся продукты. И в принципе говорить вам свое мнение, стоит их покупать или не стоит. Первое, что у меня закончилось, это был вот такой вот шампунь от Garnier Fruities. Укрепляющий шампунь объема восстановления. Для тонких и ослабленных волос. В принципе это как раз таки мой тип волос. Он у меня еще и вдобавок окрашенный. Но могу сказать, что раньше мне очень нравились шампуни именно Garnier. Очень безумно нравились. И они мне помогали. Сейчас, к сожалению, у меня уже волосы, наверное, отвыкли от этих шампуней. Или же наоборот, они слишком привыкли. И в общем, этот шампунь мне больше не подходит. Он мне просто очень нравится, как после него пахнут и блестят мои волосы. Больше эффекта никакого абсолютно. Опять попробовав этот шампунь, я зареклась, что больше я этот шампунь из серии Garnier я не покупаю. Он мне больше не подходит. Следующее, что у меня закончилось, это был вот такой вот клевый освежающий гель для душа от Organic Shop. В общем, слаймом. Я вам его показывала и в своих фаворитах, и в покупках. В общем, на самом деле офигенный гель. Если вы увидите вот именно такие вот гели для душа от Organic Shop, обязательно купите. Это стоящий гель. Я сейчас пользуюсь уже новым с клубничкой. Следующее, что у меня закончилось, это вот такое вот жидкое мыло, лаймовый всплеск от Palma Lip. Вообще, гадость редкостная, честно скажу. Я не знаю, под чем я была, когда я его покупала. Но, в общем, я его купила и больше никогда в жизни я мыло из этой серии, этой марки никогда не куплю. Потому что эффекта ноль, после него хочется смыть с себя обратно это мыло, потому что он абсолютно, ну, не мылится, не пенится. Его слишком много нужно выдавливать, чтобы помыть нормальные руки. В общем, нет, фу-фу-фу. Еще одна штучка от Garnier. Это масло-эликсир преображения для всех типов волос. Это органовое масло. Вот этот продукт от Garnier я еще раз обязательно куплю, потому что он мне очень понравился. Расходуется очень медленно. Я его расходовала в течение, наверное, полугода, если не больше. В общем, обалденное средство. Купите и стоит оно, в принципе, бюджетно. Дальше. У меня закончилась моя любимая тушь от Essence Lashmania. Что-то как-то, похоже, испортился состав этого продукта. Или, скорее всего, просто уже мои реснички привыкли к этому продукту, и они требуют чего-то нового. Поэтому у меня сейчас новое открыто, я и пользуюсь. Но, скорее всего, придется мне что-то новенькое подыскать, потому что у меня стали болеть от этой туши уже глаза. Но, в принципе, если вы еще не пробовали, попробуйте. Очень хорошая тушь. Я ее обожаю. К сожалению, не знаю, как я теперь без нее буду. Что у меня еще закончилось, так это мицеллярная вода от L'Oreal. Честно скажу, больше не куплю, потому что, совершенно мнению, она не понравилась. Расходуется быстро. От Garnier ничем не отличается. Продукта меньше. В общем, не советую покупать эту воду. Она мне не понравилась. И я вам не думаю, что стоит ее покупать. Дешевле купить воду от Garnier, нежели купить мицеллярку от L'Oreal. Следующий продукт, который у меня закончился, это был лак для волос. У нас сверхтонкое распыление, очень сильная фиксация, выбор стилистов ТАФТ. В общем, что я могу сказать, обалденный лак. Мне он очень нравился. Я им пользовалась не один раз. У меня, по-моему, было два или три предыдущих таких флакончика. Безумно большой объем. Там 350 миллилитров. Отличное распыление, не склеивает волосы. В общем, хорошее средство. Но мне почему-то перестал нравиться запах этого лака. Поэтому я сейчас купила другой. А этот пока что я отложу в сторонку. Может быть, через какое-то время я еще раз повторю это средство. Следующий продукт, который у меня закончился, это был спрей-кондиционер увлажняющий от Олин Профессионал. Что могу сказать? Ну, в принципе, это обычный ежедневный увлажняющий кондиционер. После того, как вы помыли волосы, его нужно нанести. С ним будет более легкое расчесывание. И менее будут запутываться ваши волосы. В принципе, на самом деле, вот этот спрей мне не очень понравился. Потому что, да, он увлажнял волосы, с ним хорошо волосы расчесывались. Но все равно они запутывались. Поэтому это средство я больше не повторю. Я брала его на пробу. В общем, не советую покупать это средство. Дальше. У меня закончилась моя любимая база под макияж от Revlon Photo Ready. Что я могу сказать? Отличная просто база. Держится отлично. В общем, матирует. Немного сужает поры. Всем советую ее купить. Еще одна моя закончившаяся декоративка. Это корректор от Max Factor. Мой обожаемый, любимый в оттеночке 306 Fair. В общем, могу сказать, что, честно, я его обожаю. Просто не могу без него жить. Честно скажу, я обожаю этот карандаш. Я не знаю, который он у меня уже по счету. Я его постоянно покупаю, как только у меня он заканчивается. Сейчас я активно допользую уже новый, который я покупала месяц назад. В общем, честно скажу, хороший карандаш. Купите, не пожалеете. Но он быстро расходуется. Продукта хватает очень мало. На месяц-полтора. Поэтому, скорее всего, я буду подыскивать что-то другое, более бюджетное. Потому что отдавать 300 рублей за такой вот... Ну, там буквально вот столько продукта. За такой продукт это, ну, я думаю, слишком очень-очень дорого. Поэтому буду искать что-то другое. Следующее, что у меня закончилось, это был кератин-шампунь от Capos Professional. Я уже вам рассказывала в одном из видео о пустых баночках об этом шампуне. Тогда я вам сказала, что действительно этот шампунь, он реанимирует волосы. Если они у вас находились в плохом состоянии, они были у вас убиты, обожжены, не знаю, там, просто испорчены, он вам поможет. Но только в этом случае, если вы попортили волосы, он вас спасет. Это будет ваша реанимация. Но я им стала пользоваться просто как обычным ежедневным шампунем. И, в принципе, эффекта никакого не было. Поэтому, пожалуй, я на какое-то время прекращу покупать этот шампунь. Потому что сейчас он, в принципе, мне без надобностей. И он своих функций для меня не выполняет. Но, в принципе, восстановитель это хороший. Если у вас проблемы с волосами, они у вас, скажем так, нуждаются в экстренном восстановлении, купите этот шампунь обязательно, и он вам поможет. И последнее, что у меня закончилось, это были вот такие вот носочки от L'Etoile, отшелушивающая маска для ног. Что я могу сказать? Я, в принципе, уже не первый раз пользуюсь именно вот этими носочками. И могу сказать, действительно, очень хорошо они помогают. Вы знаете, наверное, как работают эти маски. На пятый день у меня стала сходить кожа с пяток и с ног. В общем, отличное средство. Если вы хотите вот такого эффекта пяточек младенца, то обязательно купите эту маску. Не пожалеете, я еще и буду покупать эту маску. Вот так вот быстренько мы с вами разобрали мои пустые баночки. Пишите в комментариях, если у вас сложилось какое-то другое мнение, впечатление о продуктах, о которых я вам рассказывала. И, в принципе, делитесь всеми своими мыслями, пожеланиями. Не забудьте поставить пальчик вверх под этим видео, если оно вам было полезно. И подпишитесь на мой канал, если вы еще не являетесь моим зрителем. Я вас всех очень люблю и целую. С вами была Маша. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok